Таким образом, в Раджагопе, пометуя о Кришне, продолжили, он его подумал, если я смогу обрести хотя бы капельку такой бхавы, какие имеет Раджагопе, тогда моя жизнь увенчается успехом, как они служат Кришне, используют для этого каждую минутку своей драгоценной жизни. Здесь в этой шлоке объясняется, в Раджагопе они настолько удачливы, настолько служат Кришне, погружаясь в постоянную медитацию на лотосные стопы день и ночь, они служат Кришне. Таким образом, они очень легко достигли любовь и привязанность Кришне, Тот, кто не обрел эти качества, которыми обладает Раджагопе, тот очень далек, удово подумал. В Раджагопе, лотосным стопам, которым уклоняются йоги, величайшие гьяни, они не в состоянии достичь эти лотосные стопы, и теперь эти лотосные стопы, которые украшают святой Вриндаван, и видя особое состояние, в котором находился Раджагопе, на Удавакьяре, он пришел в это место, которое называется Удавакунт. И также сюда приходил Парикшит Махарадж, Удава, он даровал ему знания, Бхагават, он также ничем не отличен по своим качествам, по своим духовным качествам, и также он очень предан Кришне. Шри Кришна сам сказал, что Удава, он ничем не отличен от меня, он совершенно квалифицирован практиковать Бхакти. И когда Шри Кришна покинул материальный мир, отправился на Кулаку Вриндаван, он оставил Удава здесь. И Удава, он находится не под влиянием материальной энергии, Махамайи, находясь в материальном мире. И в этой шлоке объясняется Вандана, это молитва, которая обращает Удава к Раджагопе. Когда Удава увидел ту любовь, которую испытывает в Раджагопе, а Кришна оставил их, покинул, и таким образом, находясь в состоянии невносимой разлуки, он прислал Удава, чтобы он успокоил сердца Гопе, но Удава, он совершенно потерпел поражение, он не в состоянии был успокоить сердца Раджагопе. И когда Багури Реши и другие, когда Удава остался в материальном мире, он искал повсюду святые следы сладчайших Игора Кришны. И также сюда приходил Браджанат и другие святые, которые посещали все эти святые места в Риндавану. Удава, он является очень возвышенной среди всех Игоря Кришна. Сама Шимати Адхарани, она проявилась в Раджагопе сама, она является экспансией, то есть она является та, из которой экспансируют все в Раджагопе и имеет верховное положение. Когда Удава соприкоснулся с ними, он реализовал, что такое истинная Кришна према. Поэтому, приходя сюда, в это место, которое называется Удава, Кунт, мы должны молить Лотосные стопы Удава о том, чтобы он также нам, как сказать, чтобы обрести его бесприченную милость. И это сильное желание следует настроению в Раджагопе. Например, если кто-то очень несчастлив, и он плачет, тогда его сердце успокаивается. А если тот, кто понимает настроение того, кто плачет, он может выразить это настроение в своем сердце. И его выражение будет показывать точно так же, как Кришна. Он, находясь в невыносимой разлуке, а в Раджагопе, и понимая состояние их в разлуке с ним, в Раджагопе, они находятся вместе, они могут друг другу рассказать, поделиться, и таким образом разделить свое горе, свое страдание, свою разлуку. А Кришна, он находился в одиночестве, Матхури, кто мог разделить его боль в невыразимой разлуке в Раджагопе. И поэтому для того, чтобы прославить славу Раджагопе и их ни в чем не сравнимую любовь к нему и служение, таким образом он решил послать Удава одновременно с этим. Он хотел, чтобы Удава обрел способность, квалификацию для того, чтобы он мог обучиться, что такое Раджагопрема. Потому что измеряется университет духовной любви, руководитель, который является Сама Шиманте Адхарани, и ее помощница Лалита Вишака. И поэтому Кришна подумал, если Удава пойдет во Радж, и он увидит разлуку в Раджагопе, их состояние, в котором они находятся, он сможет обрести то качество, которое необходимо. Поэтому он может научиться этому предмету, который является Божественной Любовью, Раджагопе. Почему? Потому что университет считается очень возвышенным учреждением, и поэтому обычный неквалифицированный ученик не сможет поступить в университет. Удава, хотя он не подходил по квалификации, но все-таки Кришна, он решил послать его во Радж. Таким образом, дал ему разрешение поступить в университет о любви, в этот университет, где является поведительство, которое является Шиманте Адхарани. И тогда, когда он вернется, я смогу разделить с ним мои чувства разлуки, и он сможет понять настроение моего сердца. И также он хотел прославить Радж. Почему? Потому что Шри Кришна хотел, чтобы весь мир узнал о славе Раджагопе. И поэтому он хотел установить эту славу во всей ее широте и полноте. И по такой причине Шри Кришна послал Удава, потому что он являлся очень квалифицированным, он был очень дорог к Кришне. И даже Брама, Шива, Шанкра, они не так дороги к Кришне. И поэтому он подумал, что если он сможет пойти во Радж и таким образом прославить, прославить, когда он вернется, эта слава разлетится повсюду. Потому что два Раки считают и в других местах. Ну что-то в Раджагопе они могут делать на лозной лепешке. Таким образом Кришна послал Удава. Таким образом, когда Удава пришел, он увидел их любовь, которую можно сравнить с Гималайскими горами. Если ты стоишь внизу этой горы, как ты можешь дотянуться до ее вершины? Когда он увидел это настроение, которое выражало сердца в Раджагопе, он понял, что он не в состоянии их успокоить. Челок Рудэв давал один пример. О любви в Раджагопе, которая сравнивается с огромнейшей, высочайшей горой. И если вы тот, кто стоит, стоит внизу, он запрокинет голову, то он не сможет объять эту вершину, не сможет увидеть ее. Поэтому Кришна решил послать Удава, чтобы он смог разделить его внутреннее настроение сердца, когда он вернется, и таким образом успокоить Кришну. Хотя Кришна... И Удава, он решил, что это не так сложно. Он был уверен, что он может успокоить родителей Кришны, а в особенности в Раджагопе. И Кришна сказал ему, «Попытайся. Если ты не в состоянии, будешь успокоить, тогда ты можешь что-то еще сделать. Скажи им, закройте глаза и сядьте, и тогда я сам приду в их сердца и освещу их сердца любовью, которая сможет успокоить их сердца». Удава, он... он в действительности потерпел полное поражение, и он сказал Раджагопе, «Закройте глаза и сядьте. Кришна сам лично придет сейчас и успокоит вас. И эти сладчайшие Некунджа, лилы будут происходить, и вы увидите их в очи, и вы увидите самого Кришну. И когда Раджагопе увидели Кришну, который вошел в их сердцах и наполнил их своей любовью, они были успокоены. А когда Удава увидел Шимати Адхарани, он вознес ее вставой стути в молитвах, обращаясь к этой... Именно в конце концов он признал свое поражение и в действительности прикоснулся к возвышенной любви обителю, которая является Шимати Адхарани. И тогда он начал молить, что следующее свое воплощение «Я хочу родиться в Авриндаване в форме тоненькой травинки». И когда в Раджагопе будут спешить на свидание с Кришной, они прикоснутся своими стопами ко мне, и в этот момент их лотосная пыль, которая попадет на мою голову, полностью в этот момент я обрету совершенный успех. С такими молитвами Удава обращается та любовь, та разлука в Раджагопе. Она подобная была яду, которая сжигала их сердца. Удава пришел, но он был не в состоянии терпеть, и он хотел вернуться обратно. И когда он вернулся в двороку, он прославлял Раджагопе, и он разнес эту славу по всей вселенной. Почему? Потому что Удава являясь тем, кто обладает возвышенным разумом и чистой преданностью, являясь советником и другом Кришны, он проникся в особом настроении в Раджагопе, и он молит, снова повторяя о своей просьбе о том, чтобы в следующем воплощении прийти в виде куста или травы. Вот сейчас мы находимся здесь, на Удава, кунде, на которой Удава совершает свою удивительную лилу. Харе Кришна, Удава, кунда. Все. Подключайтесь, у нас, наверное, следующее включение будет с рада кунды. Я напишу в группе Горудева, когда мы начнем. Харе Кришна. Харе Кринога. Я кандром sådan, besа.